вот они напились сейчас в дверь не смогут выйти на этом по 2 рюмки наверно 3 все и на завтра даже еще осталось все вы в соседнюю избу пошли давайте дружить домами давайте мужики доброй ночи вот только светает вот эту вот этот гадина вот он каждый день в деревне эти петухи а тут дятлы учу ему деревьев мало в тайге миллионы деревьев он каждый день барак долбит скотина вот такой вот будильник это самого рассвета час там два ворочаешься потом встаешь детловик какой суп из дятлов виктор и что у нас сегодня в меню замерзший качан капусты чем помочь и заниматься на улице понятно этим и займемся в общем друзья надоели нам вот идет саморезики нужно сюда какую-то полку под одежду сделать вот у нас есть несколько досок бархата вот еще бы одну доску было бы идеально сейчас будем с этих кроить вот так вот Вот так вот. Так, всё разметили. Такая полочка будет. Осталось повырезать вот эти вот зубчики. Зашлифовать, заброшировать, покрыть маслом, повесить. Видите, как их повесить, кого нам надо. Крючки, да. И всё, и в путь. Что, готово? Ну, осталось, стой. Давай ты сейчас подержишь болгарку, а я поработаю ей. Ну, это, пошлифую. Уженеры по технике безопасности с ума же сошли. Друзья, мы понимаем, что так нельзя делать. Это противоречит технике безопасности. Нельзя, это для нас. Ну, так быстрее гораздо. Аккуратненько так, ну, без лишнего давления. Потихонечку просто подровнял. Подровнял, а потом шкурку посажу и на чистовую шлифану. И всё. Лобзиком, потому что не получается вот выпилить. Его уводит немного полотно. И поэтому такие уклоны. Чего говоришь? Да. Вот. Лобзиком. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сейчас саня эксцентриковый шлифанет... И все это под покрытие маслом уже... Вот эти части не стали... Там зашлифовывать... Тут все равно доска будет... Вот то, что на виду... Там так... Шлифанули... Обычной болгаркой... Итак... Сейчас отмеряем вот это... Карандашиком... Тут отмеряем... Потом отверстия... Убираем их... Отверстия делаем... Здесь... Засверливаем... Переворачиваем... Вот эти канители прикручиваем... Как они... Подпорки или что... Прикручиваем... Ну что бы отсюда не дырявить... Чтоб здесь не было никаких отверстий... Может быть кому-то это пригодится... И все вот эти вот доски... Они с той стороны будут прикручиваться... Не с этой... Здесь не будет никаких... Здесь будут только вешалки... Все... Ну все... И покрываем маслом... Пылесосом... В общем... Занесли... В тепло... Сейчас будем маслом покрывать... Масло... Отогрели... Будем темным маслом покрывать... Ну оно как... Матовое... Потемнее... Потому что... Есть льняное... Но... Одежду будут вешать какая-то... Грязная... И... Все равно... В конечном итоге... Вешалка будет... Темная... Местами... Так что... Мы ее лучше сразу... Потемнее сделаем... И все... Собираем... И все... У… Все равно... Не... И все... Ты их подумал... Наш... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все, высоко не стали задирать. Иваныч будет ругаться, там еще кто-нибудь. Он постоянно ругается, что мы что-то высоко делаем. Все, в шапки можно закинуть. Ну, а что я, что я? Он постоянно ругается. То я столешку высоко сделаю, то еще что-то. Жека, Викторович, пойдет же на такой высоте? Конечно. Ну и все. Пацаны, вообще, ребята, классно вообще. Вообще молодец. Да и вообще вы все молодцы. Не, в натуре классно. Заебись. Четко. Получается у вас действительно. Умеете. Могете просто. Это, как видел, это ништяк в натуре. Тип на корточках такой сидел. Четко. Четко, в натуре четко. Там, немножко с матом, да? Да, да. Все, ладно. Особенно вон тот. В белой рубашке. Все, закончили. Можно было просто две доски прихерачить и к ним повесить. Можно было просто гвоздей набить. Ну, вот так и было, эти, они надоели. Красивых гвоздей. Красивых? Дорогих. Царских или квадратных. Ладно, все, убираемся. Да, без фрезера обошлись. Все, у нас ужин, братва. Он же завтрак. А, не, я кашу, я утром. Он же обед и ужин. Евгений Викторович, мы сделали все, как вы просили сегодня. Свалили отсюда. Да. Чем будете почивать нас? Варениками. Варенички, да? Вы же работали. С удовольствием. Вы знаете, с удовольствием хряпну порцию такую, сиротскую. Раз, как? Хадага. Вот они. Весь день работы. Это делается. Так, а ваша где пайка? Я даже спиной понял, о чем дело. А ваши где? Это как это? Вечераные хутори и блестиканьки. Помнишь? Да, он это. Не знаю, где там вы были, на каком хуторе. Кино. Ну, это что-то. Ну, ладно, сейчас покушаем. Викторич, очередные 5 баллов тебе в копилку. В коллективе не толсту быть токсичным. Охрененно. Что это? Ммм. Не, мне не надо. Я с хлебом мало вареников съем. С хлебом? Кушайте сами. Вот чайкуба кипяточку. А не до кетчика у нас, да, был? Угу. Есть еще. Это новая? Это такое есть. Кипятку. Андрюха, милости просим вареники. Или ты ел уже? Нет. У вас нам еще осталось по 2 рюнки, да? Или по одной? Ну, можно разбавить. Ты сам говорил. Все, наверное, неделю можете платить. Вы начали со спирта, с крепкого. Заканчиваете каким-то пивом. Ну, по крепости. На повышение, да, на понижение. Нет, почему? Разбавляю это один раз более. Ну, то есть, я сбавил. На 55, грубо, ой, на 45, грубо. 47. Там еще больше. Есть, есть. Ну, уже. Значит, у меня 2-го болида. Да смотри, дарсу нету и кетчук живет, а вот этой бутылки хватало на один заезд. Дарсу везде ее толкал. Я же даже тесто дай замешивал, да, Света? Не знаю, как тесто, но даже в суп. Жека, красава, спасибо. Пожалуйста. Пойду я в опочивальню. Давай. Поваляюсь чуть-чуть. Так, у меня там в термосе вроде был чай, да, или нет? Был? Ну, должен был. А кружек нету, да? Все, сейчас возьму. Так, готовимся мы за крупняком, за рыбой. Да, Дрюня? Сейчас сделаем удочку. О, он аж в телевизоре разугарался. Сейчас сюда, хопа. Колечки сделаем. Чего? Да ну, что? С этой стороны потолще. Сейчас сюда как клея нальем. Засверлим сюда, хоп. И все. А сюда скрепки, да, сейчас скрепки загнем и кольца сделаем. И все. И изоленты клеем там, что, нитками. Все. Незамысловатая удочка получилась. Нитки, клей. И сейчас еще термоусадка, да, была бы вообще хорошо. Ну, изолентой сейчас замотаю. Скрепки вот, со скрепок колечки сделаем. Жека ходил бур проверять, точили ножи. Ну, что, работает? Нет. Нет? Не бурит, говорит. Это из-за этого ножа, наверное, на 130, который, да? Да, пиздец, вот так это будет. Короче, бур не бурит. Там два ножа в нем стоит на 100, а один на 130. Его колбасит вот так. Надо что-то другое. А ну что, пешней пробовать, наверное. Хорошо, что я не еду завтра. Пиловой. Хорошо, да? Да, прекрасно. Ага. Ну, и ладно. И рыбу не будешь есть тогда. Вот наловим рыбу, будешь сидеть в слюне, глотать. Кто не ловит, тот не ест. Ага, ясно. Вот так вот. А сейчас ты что делаешь? Да не знаю, стоит ли вообще делать. Ну, как бы, думаю, успею нора обтянуть. Кого? Ну, уж. Ну, думаю, кто не ловит, тот не ест. Поэтому будем торговаться. Ну, ладно, договоримся. Договоримся. Что, Варя не звонила больше? А я же выключил ловит. Кого? Ну... Так, ну все, мы святой воды набрали. Миссию, так сказать, выполнили, минус 26 у нас сейчас, хрещенские морозы, ну бывали покруче морозы, сегодня такие, в этот год такие, сейчас похвастаюсь, Саня ножны мне вон какие сделал, крутые, ножик мой старый, долго без дела лежал, сейчас новые ножны у него есть, такие красивые, с карабинчиком, можно снимать, одевать, не снимая ремня, очень удобно. Сегодня у нас рыбалка, сразу хочу сказать, она будет ничуть не хуже, чем я в прошлый раз был на рыбалке, клево тогда не было, но хуже быть не может, так что будем надеяться, что нам повезет. утром было минус 33, прилетели очевидные дятлы, разбудили, все по классике. ну вот еще недельку морозы постоят, потом уже ночью будет где-то минус 22, 23, ну а потом еще теплее, все, основные морозы спали, 40 уже не будет, за 40. вот еще на неделе 36 будет, а так уже все, тепло. Саня тут с бычком прячется. так, что у нас тут, а, так, о, натопили уже 13, 3 градуса было, а, минус 28 уже, да? так, вода, Андрюха, святая, вот это, супер вода, супер, экономно к ней относимся. Вчера набирал, молча, все как положено. Вот наши удочки, вот щипцы под ручейников, они же чилимы. А где Жека? О, сейчас. А, в опочивальне? Да. Я понял. Чего, морозит тебе тут, да? Холодно вам тут? Не топит, Андрей? Я вообще не понимаю, как можно так спать? Дубак вообще. У нас там такая хапка дров за ночь улетела, а у вас все, экономия. Да, Викторович? Баланс, баланс. Здесь и не топится. Но тебе-то там чуть-чуть потеплее, да, все-таки? Я сегодня под этого проканал, гудил его. А, долбил? Он по стенке такой, бам-бам, я дальше, ну чтоб встал, растопил. Я не знаю, он привык в эти вещи, замотается и все, и спит. А я не знаю. Ну посмотрим. Отрезали собак, пусть побегают. Да и как-то поспокойнее с ними. Где-то тут вот они бурились, я так примерно вспоминаю. Так, Дрюня у нас соскучился очень по рыбалке. Готов голыми руками лед долбить. Блин, знал бы, конечно, ножи на сто привез. А Жека таким способом будет херачить. А я сегодня оператор. Сейчас приводите в нашей борьбу управления. Accept строение. джека погорячился в общем майну про слышишь а сегодня же надо нырять андрюха сегодня же чудом рождество будешь нырять я не буду тут купель или как она правильно называется с добрым дальневосточным утром морозным андрюха что-то с утра пораньше тут дровишки я не буду снимать под руку мороз 36 был ночью свежо так сказать девки тут у нас горбушится да мои девочки виктор из там что-то потягушечки устроил об на зарядочку с ромас спасает нас тут 220 всегда принес заряжается от титаната этого все система рабочие все хорошо все заряжается все работает просадок нет никаких отлично но холодно еще недельку морозы на спад пойдет зима и и